Сейчас я на уборке. Чувствую тревожность, напряжение, напряженность. Я сегодня решился сделать видео о том, чтобы я узнал, что маму заставили, начальство заставило пойти на выборы. Хотя есть такая версия, что лучше на выборы не ходить. Такое мнение. Ее заставили. Я сделал все, что мог для того, чтобы предотвратить наступление тоталитарного будущего, еще более тоталитарного возможно. Я сделал видео, где пытался сказать, что не надо ходить на эти выборы. Там я еще рассказал про Горячкина и решил добавить там видео, где Горячкин это. И еще того офицера полиции. Я сомневаюсь, стоит ли выкладывать теперь. Самопритично отношусь и в сомнениях, неуверенности. Я думаю, что ничего не изменит в целом. Что все обречено. Я обречен. Ощущение обреченности не покидает меня. Что все бессмысленно. Что просто я... Единственное, если бы я не высовывался, то все было бы нормально. Что тут ничего не изменит от какой-то активности, только проблемы. Тем более, у меня еще некоторые идеи появились, возможно, продиктованные моим компульсивным расстройством, как проявление аутизма. Безусловно, я травмирован всеми теми оскорблениями из-за моего аутизма, которые я испытал в жизни. И особенно, когда я начал, как бы не навязывая говорить, что я аутист, пытаться... занялся аутичным активизмом, меня унижали, и в городе нет ни одного человека, который бы понимал мой аутизм. Понимал, что взрослый человек тоже может быть аутичным. Настолько я подвигался в давлении, что я даже сам сомневался и сомневаюсь. То есть... Я не могу узнать... Я сталкивался с оскорбительным, грубым, наглым таким... Ну, оскорблениями из-за моего... То, что оскорбляли мы за то, что я аутист. Оскорблениями из-за моего аутизма. 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 Продолжение следует... 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 Но у меня как бы не так проявляется, а я как бы пытаюсь из себя вывести это, то, что попало, вот эти слова, которые услышал внутрь меня, и поворачиваюсь вокруг своей оси еще при этом. Это как бы сложно описать на самом деле словами, это звучит очень глупо. У меня есть предположение еще, что... А, и это вот компульсивное расстройство, оно изнуряет человека, изнурительно. Конечно же, оно проявляется еще в мыслях, болезненных, навязчивых мыслях, которые изнурительно действуют, ты пытаешься избавиться от них, делая определенные ритуалы, которые сложно даже объяснить. И у меня есть предположение было, что само то, что я, когда вот, допустим, иду, надо поворачиваться, там, идти, поворачиваться, то это вызывает дискомфорт компульсивное и изнурительное, изнуряет меня. Оно как бы накапливается, накапливается, а не выходит, не выводится. То есть вот эта вот компульсивная вот эта вот... И это субъективно. Я понимаю, что над этим только посмеются или воспользуются этим, чтобы причинить мне боль. Ничего больше я не жду. Я просто заточен здесь навеки. Даже, кстати, в игре, когда там... Я не могу в игре даже повернуться, то есть, ну, мышкой там повернуться в определенную сторону. Я тоже, как в жизни, так и в игре я абсолютно в равной степени не могу поворачиваться. Я точно так же, как в жизни проявляется у меня компульсия, я так же и в игре. Вот что еще поразительно. Или когда там наблюдаешь за другим игроком, то есть, когда он поворачивается в определенную сторону, у меня тоже дискомфорт возникает. Я не могу, короче. Дискомфортно становится просто... Самое, конечно, наверное, обидное, это то, что тот тип, который издевался над моим аутизмом из моего города, который, его все уважают, и все на его стороне, там, все парни и девушки. И все они против меня, то есть, все они, как бы, против меня, то есть, считают меня, там. Ну, короче, все на его стороне, и вообще никто не считает, что взрослый человек может быть аутичным. Никто здесь. Он еще там мне, типа, говорил, ну, писал, что, типа, что если я покажу справку, типа, извиниться. А мне сказала эта психотерапевт, когда я один раз общался по скайпу, которая сказала, что у меня есть комплюсивное расстройство и аутичный, аутизм. Она сказала, что никто не обязан показывать справку. Никто вообще не обязан. То есть, это, а я и не знал это. Я думал, действительно, показать справку, как бы. Если я получу справку аутины, то показать, прям, всем. А она сказала, что никто вообще не обязан, и что это, как бы, ну, ну, я понял, что это просто издевательство было наглое. Наглое такая вот издевательство надо мной, надо аутичным человеком. Причем именно надо аутизмом было. И как бы всем это плевать. Я просто один. И все. У нас в городе, может, есть там еще один аутичный парень. Ну, или еще кто-то. Но они никогда не будут говорить о своем аутизме. Никогда не будут объединяться там. Ничего не будет. Это невозможно. Даже если будут, даже если вот прямо, прямо вот будут в реальности, прямо вот издеваться в открытую, я это даже засниму и выложу, то это будет только против меня все работать. Никому это не будет интересно. И будут только надо мной смеяться. Вот такая ситуация, если ты аутичный человек, и ты живешь. У меня не происходит никаких событий в жизни, которые бы могли меня как-то отвлечь, развеять. У меня вот последнее событие, которое произошло, это то, что инспектор ворвался ко мне в дом, в комнату и назвал ерундой то, что я искал помощь. И сказал, что они там, что они полиция, они глупники. Потом второе событие, то, что такое, которое меня потрясло еще, это то, что ко мне приехали там полицейские, отвезли в участок. Там офицер допрашивал меня, и я не знал даже, что нужно сказать было, что я не обязан ничего свидетельствовать против себя, ничего вообще говорить не обязан. И что я просто, что мне и так ничего не помогут, что на моей стороне никого вообще нет, и что просто, чтобы выдали мне это, ну, чтобы, короче, чтобы завершить это все, я не хочу общаться. А там пришлось, я не знал это, и был очень задавлен. А это же не факт, что если бы я сейчас бы оказался снова в полицейском участке, и снова бы меня допрашивали, не факт, что если бы я сказал, то меня бы не стали допрашивать и все это называть на «ты». Но я просил многократно этого офицера не называть на «ты», я говорил, давайте на «вы». Я его, сам я его ни разу на «ты» не назвал, потому что я понимал, что он настолько толстокожий психологически, что ему вообще, ему, наверное, ему и нормально на «ты». Хотя, возможно, я не знаю. Я вообще просто не хотел разговаривать, мне вообще тяжело с незнакомым человеком. Стресс сильно испытываю, а тем более, который в форме, который в душу лезет, который, там, я, там, пытался сказать про аутизм, полностью отверг, что я аутист. Давал мне советы всякие, там, как будто бы он психотерапевт, психолог. Еще была ситуация, что я пришел в магазин, и там кассирша. Короче, я сказал «здравствуйте» и то, что мне нужно, и она, как бы, сделал удивленные глаза и спросила «чего?». То есть, видимо, я с такой неуверенностью, какой-то, не знаю. Ну, и затем она пошла, что-то там смотреть, а я ушел, короче. Просто я почувствовал, как это вообще... Разностроение сильно испортилось, что вот так... Что меня даже не услышали, что я сказал, как бы... Хотя я нормально сказал, и там никого не было. Просто я пришел, пустое было это. Сказал, типа, видимо, я как-то сказал невнятно, промямлют, там, тихо сказал, как-то... Неуверенность, скорее всего, сказал... Неуверенность. Я помню еще в училище художественном что-то там надо было сказать... Одно, и там... Я что-то подошел и сказал, но она не поняла, что я сказал, потому что... Потому что, видимо, я вообще не хотел с ней разговаривать, и... Было не... Было... Чувствовал себя очень так, ну, нехорошо. Мне не нравилось вообще это место, это училище художественное. И, видимо, поэтому она не услышала, а она... Потому что они, не знаю, такое вот бывает часто. Короче, я обречен на страдания, и на издевательства, насмешки. Обхожу незнакомых людей стороной там. Когда поднимаюсь или спускаюсь в подъезде, то очень тихо там стараюсь, чтобы... Там постоянно это... Звук резкий разносится, доносится, когда... Если ты там звуком спровоцировать... Стараюсь нацепить, ну, очень тихо так идти, чтобы там не спровоцировать... То, кто начинает звук громкий, резкий, там делать такой... Из квартиры, там... С него, которые я прохожу, ну, то есть под подъездом по лестнице. Потом бывало, что я отправлялся там на пробежку, чтобы сердце... Ну, сердце у меня... Проблемы с сердцем стали после того, как я стал уличным активистом. На митинге Навального там кричал, говорил, рассказывал толпе о правах аутистов. У меня остались проблемы с сердцем. За то, что меня загнобили. И... Я, короче... Никакой помощи не нашел. Психиатрия у нас карательная. Поликлиника никак не помогает. Я пытаюсь там... Время-времени пробежки устраивать для сердца. Но... Я там бывало, что шел на пробежку, там... Просто... Звук вот этот громкий доносился, резкий такой, постоянно... Там бегали эти... Звук издавали. Я просто... Разворачивался и уходил, как бы... Просто... Не мог там находиться, где... Постоянным вот этим... Уходил просто, и все. И отменял пробежку. От того, что я это буду рассказывать, ничего не изменится. Наверное, моя участь была бы полегче, если бы я просто замолчал и вообще забыл бы о том, что я аутист. Обо всех... Обо всем опыте, который я пережил в жизни, в связи с этим. И... Если бы я просто... Нашел бы психотерапевта, который бы мне... От тревожных... От тревожности, от напряжения, от проявлений... Аутичных... Вот этого проявления панических атак... Помогло... Помогли бы там... Психотерапевт, психиатр... Которые были бы... Не карательными, а... Такими... Современными. Если бы я... Просто... Улыбался бы там... Ходил... Держа осанку... Был бы как все... Излучал бы позитив... Как принято здесь... Вот и все...